Друзья, всем привет! С вами Антон и вы на канале Blackroom. В этом ролике расскажу вам про одну классную новость. Есть шанс, что до публичного кинопоказа наконец-то добрался HDR. Стандарт картинки с расширенным динамическим диапазоном. Будет познавательно. Погнали! На этом канале мы все с вами любители домашнего кино. Но по-прежнему мы иногда ходим смотреть премьеры в публичные кинозалы, в публичные кинотеатры. Для того, чтобы действительно увидеть фильм, который вот-вот только вышел. Часто мы очень сильно разочаровываемся в качестве, иногда даже плюемся. Наверняка будет не секретом, если я скажу, что хороший домашний кинотеатр для кинозала или даже медиакомната в вашей гостиной может запросто иметь значительно более лучший звук и значительно более крутую картинку. Там будет больше разрешения и там будет значительно более вкусное изображение за счет того, что дома у нас уже давным-давно есть формат с расширенным динамическим диапазоном, так называемым HDR. И вот наконец-то международная индустрия кинопоказа почувствовала конкуренцию со стороны домашнего кино и выкатила новый стандарт, новые рекомендации на тему того, как же будет выглядеть изображение нового поколения публичного кинопоказа. Буквально пару недель назад Международная ассоциация DCI или Digital Cinema Initiative, по сути это консорциум нескольких голливудских самых крупных студий, там Sony, Universal, Warner Brothers и так далее. Это вот ребята-технари от этих компаний, собственно, собрались, когда-то давно еще в начале 2000-х лет, в 2002 году, и создали первый стандарт цифрового кинопоказа, который до сих пор у нас в кинотеатрах сейчас присутствует. И вот когда мы туда идем, мы смотрим именно DCI первой версии. Да, появилось 4К, но фактически все изображение там идет в формате SDR или стандартного динамического диапазона, как на наших старых телевизорах. Ну а собственно в чем заключается описание вот того старого киноформата, который мы все до сих пор смотрим, если хотим посмотреть премьеру в нашем локальном кинотеатре. Характеризовался он описанием максимальной яркости, которая у вас будет на экране, минимальной яркости, то есть уровнем черного цвета, и, соответственно, контрастностью, которая рассчитывалась как раз из этих двух параметров. На экране у нас при этом должно было быть максимально 48 нит. Для сравнения, в стандарте SDR, вот на наших даже старых телевизорах, с электронно-лучевой трубкой, у вас должно было быть в откалиброванном телевизоре 100 нит на экране. Но в темной комнате 100 нит это достаточно много, глаза будут немножко болеть, если постоянно средний уровень яркости будет приближен к 100 нитам. Поэтому стандарт был сделан вот таким, 48 нит. Ну и уровень черного был установлен равным 0,0024 нитов. Нит это стандарт яркости, про который вы можете спокойно прочитать в интернете, и равен он одной канделе на квадратный метр. Не будем углубляться сейчас вот в эти технические детали. Смысл в том, что контрастность, если мы ее посчитаем, то есть от соотношения самого яркого изображения к самому темному изображению, поделить одно на второе получится всего лишь 2000 к одному. Причем это показатель, который говорит о так называемой он-офф контрастности. То есть вы полностью включаете, допустим, белый экран, и выключаете его, и у вас как бы черный фон. И вот между этими двумя параметрами вы делаете вот эти измерения и получаете 2000 нит. Причем, мне кажется, 2000 это было бы довольно неплохо. Как правило, уровень черного в наших публичных кинотеатрах, он вообще значительно выше. Вот этот параметр минимальной яркости, он выше, поэтому контрастность еще хуже. А если взять параметр ANSI контраста, который меряется с помощью вот такого тестового паттерна, такая шахматная доска, которая одновременно выдает вам на экран и темные области экрана, и светлые области экрана. Вот если вы между ними будете уже мерить параметры яркости, то контрастность будет значительно ниже. В нынешнем кино она составляет примерно 50-60 к 1. Поэтому, например, какой-нибудь проектор GVC, даже не самой старшей модели, будет иметь контрастность, вот эту ANSI контрастность 5-6, иногда даже в большее количество раз выше, чем то, что вы можете наблюдать у себя в локальном публичном кинотеатре. А как известно, человеческий глаз, он очень восприимчив, во-первых, конечно, к яркости, к максимальному пиковому значению яркости, а следующий параметр, не менее важный, это контрастность. И если у вас плохой черный цвет, то никакая яркость вам картину не скрасит. Вы будете страдать, смотря на эту картинку на проекционном экране. Если вы подписаны на наш канал, то вы наверняка смотрели ролик, где я рассказываю о новом типе экранов для публичного кинопоказа экрана на базе светодиодной технологии. Я был в Тубае и посетил такой кинозал с экраном Samsung Onyx. Если вдруг не видели этот ролик, то потом переходите и его обязательно посмотрите. И вот там я как раз сокрушался на тему того, что экран явно не раскрыт весь его потенциал, потому что там явно показывается HDR-контент. И я был прав. До сих пор HDR в публичном кино есть только у Dolby. В их специализированных кинозалах Dolby Cinema в России таких пока что нет ни одного. И вот этот светодиодный экран, он давным-давно изначально способен выдавать значительно большую яркость до 500 нит. А черный цвет на нем будет максимально просто глубоким и черным. И поэтому вот там этот параметр контрастности, особенно он-офф-контрастность, она вообще стремится к бесконечности. Ну и вот не прошло буквально и двух месяцев, как появляется вот эта новость. Вот этот пресс-релиз от DCI. Они аж записали целое видео, выпустили очень крутую подробную PDF-ку. Все ссылочки я на всякий случай оставлю в описании к этому видео. Если будет интересно углубиться, потом перейдете, посмотрите, почитаете. И вот в этом видео и документе как раз и рассказываются, разжевываются те стандарты, которые DCI предлагает к внедрению в киноиндустрию. И в принципе это уже такой драфтовый новый стандарт, который разрабатывался на протяжении аж нескольких лет, как оказалось. То есть первые опытные кинопоказы они проводили аж в 2019 году среди реальных зрителей, чтобы выяснить, куда же им на самом деле смотреть и какие новые целевые параметры выбирать. Ну, сейчас я чуть подробнее об этом расскажу. Давайте сначала озвучим то, как сейчас выглядит публичный кинопоказ. Вот про обычный стандартный DCI мы рассказали. Но, как известно, есть еще Dolby Cinema и есть еще IMAX. Там немножко другие действуют законы. И, например, в Dolby Cinema, это такой самый передовой сейчас публичный кинотеатр, пиковая яркость достигала 110 нит. Там стоят спаренные проекторы от Barco специальной версии. И они выдают идеально черный цвет, во-первых, за счет двойной системы DLP проецирования. И дают высокую яркость на экране, которая достигает в пиках 110 нит. И вот в этот динамический диапазон создатели контента специально проводили мастеринг фильмов, перемастерили их именно в HDR для Dolby Cinema. То есть это вот отдельная была версия. Другую версию, соответственно, в HDR мастерили уже потом для дома, для домашнего использования. Но для обычного кинопоказа эта версия мастерилась в стандартном динамическом диапазоне. И вот если немножко копнуть дальше в Dolby Cinema, то уровень яркости, вот я сказал, да, 110 нит, а уровень черного цвета у них составлял 0,000 нита. В итоге получалось контрастное изображение 1 миллион к одному. И на самом деле, на взгляд, это было именно так. То есть когда проектор гаснет, то на экране не видно было абсолютно ничего. Я в Dolby Cinema бывал дважды. Касательно проекционного изображения Vimax, то там пиковая яркость у них достигает 75 нит. Да, именно поэтому кинозалы IMAX нам так нравятся, и нам так нравятся изображения, и прежде всего, конечно же, яркость. Но и уровень черного там тоже был стандартом значительно более низким, чем в обычном DCI, и составлял 0,75 нита. В итоге получалась контрастность 10 тысяч к одному. То есть 5 раз лучше, чем в обычном публичном кинотеатре. Ну а теперь, внимание, новый стандарт DCI, к которому пришли специалисты из множества голливудских студий, это 300 нит яркости. 300. Представьте себе, в 3 раза больше, чем сейчас есть в Dolby Cinema. И уровень черного цвета на уровне 0,005 нита. Делим 300 на 0,005, получаем 60 тысяч к одному. То есть это контрастность, которая выросла в 30 раз. Было 2 тысячи к одному, станет 60 тысяч к одному. Разумеется, сюда сразу напрашивается использование вот этих светодиодных экранов. Они уже способны это делать. Видимо, теперь это даст очень крутой толчок для развития вот этих технологий, вот этих кинотеатров, потому что для них наконец-то появится контент. Его будут специальным образом делать, мастерить, выпускать. И вот там картинка теперь будет, ну, в разы лучше. Не смешно, насколько она будет лучше. И я надеюсь, что люди будут снова стоять в очередь в публичное кино. В общем-то, это самая главная мысль того, что я хотел сегодня в этом ролике до вас донести. Нас ждет значительно более качественное кино в премьерном кинопоказе. Да, должно пройти время. Скорее всего, пройдет пара лет, прежде чем, особенно в России, появятся такие кинозалы. Будь то светодиодная технология, будь то теперь новые проекционные какие-то темы. Ну, и проекторы должны подтянуться, потому что, например, у Кристи такие проекторы есть. Да, они пока что очень дорогие, стоят только в Dolby Cinema. Но до этого производители, в принципе, даже не знали, куда им целиться. Сколько нужно брать пиковой яркости на экран, да, выводить. Сколько действительно должен быть уровень черного цвета, минимальной яркости. Они этого не знали. Но фактически стандарт HDR любой современный кинопроектор, он поддерживает. Там покупается рецензия за несколько тысяч евро. И на нем можно крутить любительский контент с HDR без всяческих проблем. Да, там уровень черного будет такой себе. Собственно, соответствует нынешним стандартам DCI. Но, тем не менее, значительно более яркую картинку можно было получить, поставив на относительно небольшом экране очень яркий проектор. Как это будет реализовано с новым стандартом, скоро будем посмотреть. Я бы мог очень долго вам еще рассказывать на тему того, как проводились вот эти вот эксперименты в Голливуде. Они брали людей и проводили двойной слепой тест. Сначала выбирали уровень черного минимальный, ниже которого нет смысла просто делать стандарт. То есть проводили, грейдили специальный контент, проводили вот эти слепые тестирования в парах, загоняли один и тот же контент, просили отметить, какой лучше, какой хуже. Проводили весь этот опыт они на экранах от Sony Crystal LED. Вот сейчас видите картинку, собственно, один из вот этих тестов, на которых как раз люди сидели и заполняли анкетки. Что им нравится больше, что нравится меньше, и есть ли вообще какая-то разница. Грейдили специально контент под эти тесты. То есть загоняли в разный уровень черного одни и те же фрагменты. И вот потом, в 21 году уже, второй тест, когда проводили на пиковый уровень яркости, выбирая тот уровень, выше которого нет смысла прыгать, и, собственно, проводили ровно то же самое. Брали реальных колористов, реальный контент, там, мультики, фильмы. И вот эти колористы делали специально для этих тестов, специальный тестовый контент. Потом его вот так вот там перемешивали, рандомизили, сажали людей, давали им анкету. Даже вот, ну, люди, которые проводили эти тесты, они не знали конкретно, в какой паре сейчас, какие тестовые фрагменты, с какой пиковой яркостью показывают. А они использовали от 100 нит до 800 нит пиковую яркость. Собственно, люди в итоге определили, где тот уровень, где та граница, выше которой они, в принципе, не видят глобально никакой разницы. И выше нее, собственно, целиться нет смысла, и нет смысла делать такой стандарт. Поэтому было выбрано 300 нит пиковой яркости и 0,005 нита уровень черного цвета. Детали вы все сможете узнать, если вам прямо интересно, как это все происходило. В ролике на английском языке от DCI. Все ссылочки я оставляю в описании. Ну и, собственно, как я уже говорил ранее, вся вот эта красота, даже вот в теории, она появится не раньше, чем через пару лет. Даже в зарубежных странах. Даже там, где стоят уже вот эти вот светодиодные экраны, ну, сейчас есть шанс, что начнет какой-то появляться премиальный контент именно для этих залов. А когда будут новые проекторы, которые могут вот такой вот хороший черный цвет давать в публичном кино, и сколько они будут стоить, и как это вообще потянет бизнес. Вот, несмотря на то, что, по идее, раз везде теперь этот стандарт может внедряться, то и производители значительно больше должны туда инвестировать, и большее количество вот этих проекторов, по идее, будет продаваться, но неизвестно. Крайне мере, сейчас ситуация такая, что дома мы с вами давным-давно перегнали. С нашими телевизорами, которые спокойно полторы тысячи нит уже даже на OLED-технологии могут выдавать, пусть и самых передовых современных HDR-ам, даже на вот этих вот проекторах для домашнего кинотеатра, которые даже 8К-сигнал на входе уже поддерживают, и имеют лазерный источник света, и обалденный просто ANSI-контраст. Так что, друзья, строите домашний кинозал, и вы получите то, что люди в публичном кинотеатре не смогут получить еще ближайшие 2-3 года, ну, особенно у нас в России. Ну, а самый правильный домашний кинозал, разумеется, вы можете построить, обратившись в компанию Blackroom. Мы специализируемся на настоящих домашних кинозалах. Приезжайте к нам в гости. В Москве располагается вот этот шоурум, где вы сможете в полной мере оценить формат Dolby Atmos. Во-первых, пространственное звучание 9.1.6 с четырьмя сабвуферами и обалденным ровным звуком с мельчайшими деталями, в которых слышно все, что вы только мечтали услышать в дорожке вашего любимого кинофильма. Друзья, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу вот этого всего нового стандарта, которым я сегодня распинался, когда он дойдет до нас, когда он дойдет до России и будет ли это что-то стоящее или так. В принципе, мы все это уже видели у себя дома. Будет интересно эту тему обсудить. Ставьте лайки этому видео, если было интересно и познавательно. Обязательно увидимся с вами в новых роликах на нашем YouTube-канале. А с вами был бессменный ведущий этого канала Антон. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok